Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Три поединочка мы с вами обсудим. Два из них коротеньких, на одном побольше. Зациклимся, время побольше уделим. Так, какие три? Биржил, Ортис, Хукер, один поединок. Дальше Головацкий, Аколий, второй поединочек. И, конечно, Бетербеев, Дайнесс, третий поединок. Так, в двух словах, ребята, давайте начнем в Головацкий, Аколий. Ну, ребята, Головацкий, я уже говорил, это тот парень, который никогда не дрался с боксерами, с профессионалами. Нет, дрался с бойцами, которые выступают в профессионалах, но с бойцами, которые с профессиональной манерой, то есть могут и грязнить, и подраться, и с дистанцией вылупить, и завязать, как бы, и сблизиться. То есть делают те вещи, которые практически ни один любитель этого не делает. Головацкий, это помним, да? Боец стоячий, боец никакой. И можно говорить многое об нем. Ну, как многое? Ну, то, что кого-то там выигрывал, до чего-то достиг. Ну, смотря какой боксерский путь был. Ну, оппозиция какая была. Да, если я образно в двух словах скажу, если будут вам Кэмпбеллы попадаться, там, Педрасы, к примеру, то побивая таких боксеров, вы можете дойти до чемпионских поясов. Вот, допустим, у нас даже в России не в обиду сказано бойцам, да, вроде в России дерется, дерется, каких-то ноунеймов каких-то везут, да, смотришь уже какой-то пояс откуда-то, смотришь уже, пытается, не то, что пытается, а уже претендент на чемпионский бой. Кого бил, с кем был, с кем бился. То есть, как бы, видите, у кого какой боксерский поединок, то же самое и головацкие ребята. Уровень этого бойца показал именно Аколи. То есть, боец никакой. В плане чего? В плане всего. Абсолютно в плане всего. Даже неохота зацикливаться. Аколи – это боец профессиональной манеры, да, боец, который делает то, что нужно в ринге делать, то, что проходит. Джеб проходит, глотает головацкий джеб. Вот он его и кидает. Головацкий что-то там приспособился под этот джеб. Началось сближение, началась борьба, началось нависание, да, какое-то. Тоже головацкий не справляется. Затем головацкий не понимает сейчас, что будет дистанция, или сейчас будет бой на ближней дистанции, или опять джебы. Не понимает, что нужно делать. И здесь просто приходит оплеуха, простая оплеуха, и человек лег спать. Поэтому, друзья, делайте вывод сами. Дальше. Ну, а коли боец интересный, будем смотреть. Боец, боец, мне нравятся, ребята. И бои его нравятся, несмотря на то, что там малых ударов выбрасывает. Ну, он качественный боец. И в этой весовой категории, друзья, в первый тяжелый, да, там все-таки нужно как-то поаккуратнее, поосторожнее. Конечно, нужно посмотреть бойца, напролом ломиться, чтобы напролом ломиться, да, что-то делать, нужно, конечно, быть страшным нокаутером, нужно быть бойцом таким жестким. Ну, к примеру, вот Гассиев, да, вот блок ему поставить, ему не нужно там что-то нащупывать. Ему нужно идти, разбивать, идти, уничтожать своего оппонента. Дальше, друзья. Биржил, Ортис и Хукер. Да, а коли Головацкий все предсказуемое, да, и вы, наверное, это все вы все ожидали. Биржил, Ортис, Хукер, тоже самое, все предсказуемое, все ожидали, но мне было интересно, ребят, как этот боец справится с дистанционным, ну, с бойцом в любительской манере, еще и плюсы длинным, и который работает на дистанции. Справился отлично, ребят. Как по написанному, как по книге боевой провинции, да, блок, ближняя-средняя дистанция, разбивание, начал что-то там, Ортис я имею в виду, умничать на дальней дистанции, начал что-то пропускать, не очень-то начало получаться. Потом понял, что этого не нужно делать с бойцом, который выше тебя, который тоже как бы не последний боец, такой предтуповый Хукер, правильно? И поэтому, опять что, ближняя дистанция, размен, постоянно находится около соперника, клинч, все вот эти дела. И разбил просто Хукер, как какого-то пацана, ребята, просто как какого-то пацана. Поэтому, ну, Ортис, будем следить, будем, ребята, радоваться, будем брать пример. Вот, я хочу обратиться к тренерам, к российским. Да что к ним обращаться, они, да, вот бестолковый. Дальше, Бетербиев, Дайнесс. Ну, здесь, ребята, конечно, очень интересно. Очень интересно, в каком плане. Ну, прежде чем выпускать этот ролик, я посмотрел высказывание Бетербиева. Он говорит то, что как бы весь бой он проспал, то есть вот в ринге ходил и спал. Ну, как бы это в переносном смысле. Видим прекрасно, что много не получалось. Ребята, здесь рассуссориваться много не буду. Конечно, Артур был не... Не, не, не в такой форме, которую мы от него ожидали. Лично, которую я ожидал. Да, Дайнесс, боец неплохой, но, как уже мы и говорили, я, вернее, на своем канале, то, что Дайнесс очень удобен Бетербиеву. То есть, в каком плане? Боец, который не выше, не больше. Почему? Потому что у Бетербиева знаем проблему на дистанции, работа на дистанции. Правильно? Вот о Коле помним на дистанции, как всаживал ему. И Бетербиеву, за счет чего он вообще вылез, ребята? За счет чего он наверху? За счет чего он лучший в своем дивизионе? За счет ближней дистанции, за счет работы в клинче, за счет работы на ближней дистанции. И если туда попадаешь, тысячу раз мы это говорили, нужно там оставаться. Нехер никуда уходить. Нехер никуда его отпускать. Но здесь я увидел совсем другое. Здесь вывод один, ребята. Или Бетербиев не знает, что ему делать. Но почему? Для меня вопрос. Когда всех бойцов он выигрывает, посмотрите, на ближней дистанции. Даже этого Дайнеса в конце на ближней дистанции. Начал набрасывать и боковой зацепил. Или не знает, что делать. Или не понимает, что делать. Или ты не ради билы. Извиняюсь, конечно. Но у меня больше просто эмоции, ребята, зашкаливают. Вы что, не видите, что нужно этому парню? Зачем его учить боксировать на дальней дистанции? Он у любителей уже всю свою жизнь пробоксировал. Сейчас возраст другой. Сейчас реакция не та. Сейчас функционалка не та. 36 лет. Мы его, Бетербиева, оберегаем, лелеем. И хотим, конечно, чтобы он как можно дольше продержался. Как можно дольше нас радовал. Но с таким вот боксом, ребята, он нас, конечно, радовать не будет. Артуру, вот если он поймет, что здесь, если его тренера поймут, я не знаю. Ну, а как они поймут? Хер его знает, да? То, конечно, выводы сделают. Ему нужно подойти к сопернику, Бетербиеву. Он иногда блок держит. Посмотрите, Артур. Но когда держит блок, у него все как бы получается. Не пропускает удары. Как начинает работать на дистанции? Все. Опускает руки, плохо реагирует на удар. Ну, зачем ты это делаешь? Дальше. Дайнес подходит к канатам. Артур спокойно его прижимает к канатам. И становится не перед ним, а становится сбоку. И сбоку начинает работать. И Дайнес потихонечку уходит. Ну, неужели не хватает ума, чтобы срезать углы? Углы вообще не срезает. Ну, то есть, боец вот в такой степени удобен. То, что он сам себя запирает. Вот этот Дайнес. Где-то в углу, где-то около канатов. И Артур подходит к нему и потихоньку что-то трогает. Трогает. Не наносит каких-то мощных ударов. Может, теряется. Может, он не ожидает то, что такой подарок перед ним стоит. В каком плане? Конечно, в переносном смысле. То, что к какому-то сопернику нужно подойти через бои, через пропуски. А здесь раз встал, и Артур подошел. И стоит ничего не делает. Дайнес постоял, постоял. Артур что-то там повтыкал, повтыкал. Дайнес сразу свободно вышел. Видите, какие моменты, какие ситуации интересные в этом поединке. На эти вопросы, ребята, я вам не могу ответить. Вот Артур, видите, не стал никому ничего объяснять. Сказалось то, что он весь бой спал. Как он спал? Чего он спал? Почему он спал? Если, конечно, он не будет, ребята. Если он забросит, а я вижу в этом бою, он забросил ближнюю дистанцию и клинч. Может, правда, не подготавливался, так как недооценка соперника может быть. Не знаю, много вариантов. Но если он уйдет от того, что довело его вот именно до этих позиций, как и с Гвоздиком, помните, да? Подошел на ближнюю дистанцию, на ближний забил. Всех забивает на ближнюю. Каладжича на ближний. Потом Колумб Джонсона тоже вопросов много было. Боксирует на дистанции. И забил он тогда Каладжича, когда Каладжич сам запер Бетельбиева в углу. Когда уже зажал его в углу Бетельбиева. Ему деваться некуда, и Бетельбиев его нокаутирует. Ну, сам ты почему это не делаешь? Вот вопрос тоже, да? Так, года, ребята, раз, уже поджимаю. Непонимание, что нужно в ринге, я увидел это два. Не понимает, что нужно, и никто с этим спорить не будет. Дальше, ну, функционалка, она от возраста. Удар. Ну, удар, ребята, остался. Но, как бы, я вижу, что со временем, вот с каждым раундом, когда Артур устает, удар становится тише, тише и тише. И уже, казалось бы, вкладывается в удар. Но Дайнесс, который у нас падал, да, как был в втором раунде, не сказать, чтобы он прям хорошо держит удары. То в последующих раундах как-то он держал эти удары. И еще скажу вам в двух словах. Конечно, с таким боксом, ребята, никакого Хильберта Рамиреса, Рамиреса не побить. Только на ближнюю дистанцию. Это раз. Если он будет драться с Биволом и не будет заходить и прессинговать на ближнюю дистанцию, то он Бивола просто не догонит. Он Бивола не переиграет на дистанции. Артуру нужно задуматься. Задуматься, сделать выводы и отрабатывать подход к сопернику. И молотить, молотить на ближней дистанции в клинче. И все от блока. Потому что если ты блок не тренируешь, и в какой-то момент ты его поднимаешь, он тебе помогает. Но затем, после того, как тебя бьют по блоку, у тебя руки опускаются, и удар становится еще медленнее. То есть это нужно отрабатывать. Когда вот у нас в ТикТоке, в тренировках, там тоже недоумки всякие. А что это? А как это? Да вы что? Да что это за бокс? Да где ваша школа бокса? Вот пишут хрень. Ну им и не понять. А вот таким вот бойцам, как Артур, тем бойцам, которые уже наверху, которым нужно перестраиваться, вот именно вот эти тренировки, они пойдут на пользу. Когда берешь на блок, работаешь от блока, набиваешь пресс, и находишься около соперника постоянно. Есть такие тренировки. Их называют как некоторые догонялки. Один убегает, второй прессингует около него, около него, около него. Так, ну ладно, ребята. Все. Вот так вот мы поговорили. Бетельби его поздравляем. Молодец. Все-таки вырвал досрочку. Ортис вообще отлично. А Коли все предсказуемо. Ну, у британцев, видите, тоже какие-то сдвиги. Всем удачи, друзья.